В зал суда главная обвиняемая по версии следствия сотрудница завода имени Свердлова за два года ходит уже словно к себе домой. Опросы, вопросы, реплики, прения. Предполагалось, что 10 июня Людмила Кобзева выслушает обвинительный приговор. Но после 22 отложенных судебных заседаний тяжбы, кажется, только начинаются. Выслушивание сторон, суд приходит к следующему выводу. Соответственно, с частью первой статьи 237 ККРС, судья попадает с той стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело по курорту. Сразу после оглашения решения судьи, экс-начальница участка цеха спешно выходит из здания суда. Разговаривать с журналистами, да и вообще с кем-либо, она отказывается. Людмила Петровна, по-вашему, кто еще рядом с вами должен находиться на скамье подсудимых? Вы же, наверное, не одна должна быть. А вот потерпевшие, родственники погибших при взрывах на заводе, уверены, что к нарушению требований промышленной безопасности опасных производственных объектов действия Кобзевой привели лишь косвенно. Женщина лишь выполняла распоряжения и инструкции, уверяют потерпевшие. Я считаю, что не одна Кобзева виновата. Должно минимум еще сесть на скамье подсудимых. Три, четыре, может быть, пять человек. У Василия Сафронова в тот роковой день погиб единственный сын. Ему было всего 23 года. Даже сейчас, спустя три года, он не может говорить об этом спокойно. Вытянули карту ей, тянуть эту лямку. Всех сажать смысла нет тоже. И завод не пересажаешь, как говорится. Директор тоже в Николе взял, он уехал для этого замы. У замов есть более подчиненные и так далее. Я не кричу, как говорится, уже все, что случилось, случилось. Пускай суд устанавливает виновных. Потому что даже те люди, инженера, зав, заместители главного инженера, которые разрабатывали эту, как говорится, технологию, я считаю, Людмила Петровна могла погибнуть. Вместе с ними, она чудом осталась живой. Потому что технология перебирания мин была нарушена. Мощный взрыв на заводе Свердлова прогремел 31 августа 2018 года во время работ по утилизации старых боеприпасов. Погибли шестеро сотрудников оборонного предприятия. Ущерб оценен в миллиард 200 миллионов рублей. Следствие решило, что к ЧП привели именно действие начальницу участка цеха Людмилы Кобзевой. Однако 10 июня суд уже во второй раз вернул уголовное дело прокурору для проведения дополнительного расследования. В суде было установлено, что следствие руководствовалось внутренними правилами и распоряжениями завода, а не общими нормативными правовыми актами. Тут стоит напомнить, что в октябре 2019 года завод был реорганизован. Предприятие присоединено к Бийскому олеумному заводу. Наталья Лисова. Время новостей.